Доброе утро, Людмила Васильевна! Доброе утро, Людмила Васильевна! Доброе утро, Людмила Васильевна! Доброе утро, Людмила Васильевна! Это каждый день преодоление себя, это просто супер какие-то герои. Если я давала интервью журналистам по итогам Олимпиады и говорила, что наши победители это просто герои нашего времени, то это супергерои нашего времени. Это мне буквально вчера поступило уже смс-ка о том, что из трех наших спортсменов, представляющих Красноярский край, двое золотые медали вчера взяли. Причем Алексей Бугаев, он теперь уже обладатель и бронзовой, и серебряной, и вот наконец золотой медали. Мне очень приятно, что прожив 30 лет, более 30 лет в городе Норильске, один из паралимпийцев сегодня, это как раз представитель города Норильска конкретно. Вот, Редкозубов Валера, и он тоже вчера взял золото. Особый земляка хочу поздравить. И еще один красноярец у нас, это Николай Шувалов. Я надеюсь, что и он покажет, еще время есть, покажет свои результаты, тем более, что это абсолютно достойный, абсолютно волевой, заряженный, хороший парень. Но если все-таки вернуться к началу нашего разговора, то следует сказать, что сегодня, несмотря на все свои, так скажем, сложности, сегодня у нас систематически занимаются, вот в центре, например, адаптивного спорта, где мы ведем уже речь о подготовке спортивного резерва, систематически занимаются более 300 человек, это уже хороший показатель. А физической культурой и спортом занимаются у нас в Красноярском крае лиц с ограниченными возможностями около 9 тысяч человек. Это, конечно, в процентном отношении где-то около 5 всего процентов, но согласитесь, по сравнению со среднестатистическими данными по России в целом, Красноярский край все-таки выглядит достаточно солидно и внушительно. Вот через центр спортивной подготовки, адаптивного спорта, мы проводим занятия, подготовку спортивного резерва на 14 площадках. Но особо, конечно, популярен все виды спорта, связанные с занятиями спортом, уже выше более достижений. Это в городах Красноярске, Железногорске, Ачинск. Сегодня можно говорить об открытии отделения адаптивного спорта в детско-юношеских школах, например, в Назарово и городе Лиссасибирске. То есть я бы не сказала, что мы уже вот прям много чего сделали. Мне кажется, что мы все-таки в начале пути и нам всем, я имею в виду общество в целом, жителям Красноярского края, но нам как представителям органов государственной власти еще очень и очень много предстоит. Потому что я была на Олимпиаде в Сочи 5 дней, смотрела всю ту спортивную инфраструктуру, которая там имеет место быть. И все там организовано для того, чтобы человек был абсолютно комфортно себя чувствовал, несмотря ни на какие там нарушения, что ли, в его здоровье. Ну а то, что сегодня делают паралимпийцы наши и вообще паралимпийцы Российской Федерации, это вообще потрясает. Мы, конечно, ждали хороших результатов, на что они будут вот такими. И на фоне тех вот грустных новостей, которые мы с вами обсуждали вот до прихода сюда, в это помещение, конечно, мне кажется, что наша страна сильна вот именно этим человеческим ресурсом, что мы с вами просто непобедимы. И это здорово. Большое спасибо, Людмила Васильевна, что пришли к нам и рассказали столь полно и широко об этом вопросе. Я напоминаю телезрителям, что у нас в гостях была Людмила Васильевна Магомедова, депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель Комитета по образованию, культуре и спорту. Приходите к нам еще. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо, ребята.